Значит, на огромное количество депутатов, депутатов, поселка, маленьких домашних, с которыми они не работают. И, с другой стороны, это значит, что мы не делаем, которые не должны снять, чтобы организовать, расширять, чтобы мало их действовать. Можно сказать, что комплексы с разных сторон для значительной части граждан населения нашего региона законсервирован вот такой патерналистский подход к жизни. Отсюда и лозунги «Путин, приди, дай!». Я глубоко увлечен, что такие настроения всегда были. Но вот сейчас они выплеснулись. То есть они были скрыты благодаря, скажем так, что жесткой, целенаправленной политике и межрегиональной жизни. Можно ли сказать, что больший сосед умело воспользоваться вот этими настроениями или это было бы упрощение? Я бы сказал не просто на то, что именно он их испровоцировал. То есть для того, чтобы организовать такие сепаратистские выступления, необходимо было к этому тщательно готовиться. Я еще раз подчеркиваю, что политического сепаратизма в Донецкой области, да и не только в Донецке, а может быть на всем Юго-Востоке за решением Крыма, не просматривалось до 1 марта. Начало реализации большой геополитической игры господина Путина. На мой взгляд, у него есть два таких основных мотива. Глобальный мотив восприятия себя как своеобразного миссии, который восстанавливает былую империю, в том числе и территориально. А без Украины это не очень серьезно. Можно отказаться от Балтии, можно даже отказаться от Центральной Азии. Но вот без Украины империя не может быть. Глобальное понимание своей миссии заключается также в том, чтобы показать противнику, Западу, что Россия может с ним не считаться. Фишка третьего срока это реинтеграция империи. И на это накладывается, опять же, личные обиды Путина.